Внимание, братья, очень важно, почему, почему вот этот дурдой стал успешным? Основной скрыт было, что они были первыми, кто базар строил. Первых запоминает что? Лучше. Первых всегда запоминает лучше. Они были первыми. Вы должны всегда запоминать их, пожалуйста. Вот любой бизнес-модели, либо вы должны быть чего-то впереди, понимаете, они были первыми, кто это все начинал делать. Чем отличается Хаят от других гостиниц? Его бизнес-модель такой, он заходит всегда сами бедные страны первыми. Любое государство, когда, если вы замечаете, он первый заходит в любой бедный стран. Например, у нас в Таджикстане до сих пор Рейдисона нет, Рексиса нет, других еще нет. Меркурия и других еще нет. В самые первые 90-е годы зашел Хаят. И Каджикстане тоже сами. Они заходят сами первыми, когда все самое дешевое и покупают земли в самом выгодном месте. И они прекрасно понимают, что в любой момент государство все равно делегация будет ездить. Делегация все равно существует, которые ездят, правильно? А депутаты, делегации, международные дипломаты, им придется где-то приличном месте их разместить. А соответственно так, международный стандарт это Хаят. Вы начнете понимать? Вот это очень-очень бизнес-модель. Самый первым заходит везде. В Ташкенте тоже самым первым заходил, в Узбекистане заходил, в Армении заходил, в России, в любом городе он заходит первыми, когда он не заходит в богатых стран. Это бизнес-модел. Вы начинаете разницу понимать теперь? Понимаете? Это очень важно. Например, Рексус заходит только там, потому что у слова аудитора это богатый, дорогой. В среднем за одну ночь в Рексусе платите 83-85 тысяч деньги, это 300 долларов. Он заходит только в богатых городах, где-где богатый город и так далее. Это бизнес-модел. Специально за эти только то, богатый город. Валмарт, знаете Валмарта Америка, его истории расскажу. Я сейчас несколько историй расскажу, быстрее у вас в голове будут складываться. Валмарт брал 5 тысяч долларов у своего теста и купил грузовик. И потом с этим грузовиком начал таскать товар и первый раз сначала как? И видел, что как продуктов в магазине и в эти магазине торгуют. А потом их продал и просто арендовал напротив одного продуктового магазина и начал продаваться сначала. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть из пяти тысяч долларов, которые занимал у своего теста и начал свой магазин. Его бизнес-модел не был первыми, кто это придумал. Это придумали похожего до него. Но те, те распылья не занимались. Если вы преждевременно расширяетесь, это приведет к расплению. Быстрое расширение, оно никогда не приведет до доброта. Быстрый рост же не бывает. А что он делал? А Валмар был очень умный человек, он понял это. Что он делал? Он просто бизнес-модел такой, открывать по доступной цене только в районном центре. Он в города не заходил долгие годы. Он открывался только в районных центрах. Большие магазины в доступной цене. Большие магазины в доступной цене. Только в районных цене. А, соответственно, до него, где-то 10 лет до него вперед, была другая компания, которая похоже делала. Но он начал расширяться, когда в города заходил. Когда в города заходил, он банкротился. А Валмар стабильно держал свой бизнес-модел и двигался по нему. Только в районных центрах. Создал большие магазины. На сегодняшний день, магазины покажи, самые крупные магазины в мире, по сету и так далее. Количество магазинов, как их в мире нет. Это только в Америке. Еще Европы не видели. Других магазинов не видели. Вы должны понимать, что такое бизнес-модел. Если вы поймете это, у вас будут дела очень хорошо пойти. Надо выбрать свой бизнес-модел и по него потом двигаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова